здравствуйте дорогие друзья я рада вас приветствовать на своем канале и вот сегодня наконец-то я создаю видео про вязание последнее время у меня все какие-то выходят влоги о том чем я живу как я живу где отдыхаю и так как у меня были в гостях дети сейчас у меня только одна внучка осталась и сегодня я выбрала время для того чтобы снять видео как я вам и обещала по своим маленьким малышам последним мастер-класс малыш ярик вышел вот и есть еще я вязала куклу девочку и многие спрашивают мастер-класс именно по этой девочке поэтому сегодня я хочу вам рассказать про этих про этих малышей и так малыш ярик вот такой малыш ярик связался у меня я потом камеру наверное поверну на стол и поподробнее вам наверное расскажу про своих этих малышей малыши эти у меня ростиком 32 33 сантиметра вот где-то но не чуть чуть больше 30 сантиметров получились вот связаны они по одной схеме вот отличаются только у них ножки прям буквально чуть-чуть отличаются и оформлением лица отдельного мастер-класса именно вот по этой куколке у меня не будет так что не ждите это мастер-класс берите малыш ярик и начинайте вязать именно по этому мастер-классу девочку также можете связать я вам расскажу что вы можете там сделать так чтобы получилось похоже на эту девочку итак сейчас я камеру переверну и будем дальше разговаривать с вами и так вот такие два пупсенка связанные по одной схеме посмотрите у них одинаковые туловище ножки сейчас чуть-чуть расскажу вам вот видите даже знаете сама когда вижу по одной и той же схеме бывает получается что немножко разные что-то где-то побольше где-то потоньше потолще то есть это принципе я думаю что наверное так у всех получается вот голова тоже вот здесь как будто бы поменьше голова здесь как будто побольше ну не буду врать не буду вас обманывать мне кажется здесь я буквально две петельки добавила вот по всей голове у меня две петельки на две петельки по моему больше это я вот так вот сейчас вспоминаю мне кажется здесь я связала чуть-чуть голову сделала побольше буквально на две петельки две петельки добавить я тоже думаю что вы в любом случае можете вот что еще здесь утяжки вот здесь вот утяжка посмотрите делала все одинаково старалась все делать одинаково но у меня получилось что вот здесь как бы такая губка получилось да здесь более но не знаю более выделена или как-то более такая симпатичнее так думаю да буквально вот здесь вот утяжки я сделал чуть чуть подальше вот от этой губки чуть чуть подальше и у меня получились вот эти утяжки вот они здесь вот уголочки да а здесь они на уровне вот этой губки вот то есть вот здесь утяжки вот здесь вот у меня вот это просто я вам рассказываю какие есть отличия ну различия да вот что как можно сделать можно вот прям вот самые уголовки уголочки сделать утяжки а можно чуть-чуть в сторону иголочку сделать и то есть утяжку сделать чуть-чуть в стороне то есть получаются вот такие уже губки вот губка такая же в точке связано вот что еще ну естественно здесь вот я говорю что если две петельки я добавила вот здесь где прибавки у нас будут на щечках то есть у меня получилось что она более так щекасте получилось да хотя можно и из этого щекотов щекастенького сделать просто но бывает так получается я думаю что кто постоянно вяжет наверное сколько раз и замечали за собой такой одна и та же схема один получается щекастый другой не щекасты или там побольше поменьше получается но вот у меня получилось именно так что еще глазки посажены вот у этого мальчика значит глазки посажены поближе вот видите когда мастер-класс начнете если вам интересно будете будете вязать там я говорю через сколько петелек у нас утяжки здесь ну не утяжки а в принципе да утяжки там будут идти и естественно глазки садятся именно на эти утяжки у девочки чуть-чуть глазки я сделала в разные стороны чуть чуть здесь и между расстояние между глазками я увеличила получились они у меня на таком расстоянии на расстоянии да чуть чуть подальше чем у мальчика вот вам пожалуйста еще одно отличие что еще сами глазки давайте я вам еще про глазки расскажу так ладно давайте сейчас я сначала про туловище полностью вот ножки ножки вот тоже они одинаковые единственное что я когда вот эти ножки связала они мне не очень понравились во первых я сюда не вставила стеречку да вот стеречку я сюда не вставила вот смотрите у мальчика ножка видите какая ножка ровненькая у девочки вот такая закругленная то есть я здесь не стала вставлять стельку поэтому нас вот видите какие ножки различные то есть если вы хотите ну то есть если вы будете стельку вставлять то есть вот она такая будет ножка если вы будете вязать и вставлять ничего не будете, то есть ножка будет такая вот кругленькая. То есть это тоже на ваше усмотрение, как сами захотите. А сама по себе ножка, она одинаковая. Вот видите, у мальчика она как будто бы больше выглядит, да? Потому что там стелька, она не дает как бы вот загнуть вот эти вот края. А здесь она идет вот так плавненько, и получается ножка маленькая. Еще в принципе по ножкам все. Здесь вот единственное, что на этих ножках у мальчика я сделала, вот здесь небольшие утяжечки. У девочки утяжечек никаких нет. Просто она вывязанная чуть-чуть, как бы вот имеет какую-то фигуру ножки, да? У мальчика то же самое все, только вот еще сделала я утяжки. Ну и вот у мальчика, по-моему, ну не по-моему, а сразу говорю, на две петельки пошире ножка. У этой девочки чуть-чуть они потоньше. То есть сами тоже уже, когда вяжете, вы уже сами определяете, какие вам ножки захотелось связать. Или потолще, или потоньше. Ручки я вязала абсолютно одинаковые, что здесь 14 петелек, что здесь 14 петелек. Ну вот у девочки они получились почему-то как будто по ширине ручки, потолще. У мальчика они получились немножко потоньше. А пальчики все это, все одинаково вязалось. Ну вот, в принципе, и все. Как бы здесь утяжки по попкам тоже все одинаковое, там ничего нет. какого-то отличия. Я хотела вам сказать про глазки. Давайте вернемся к глазкам. Вот у мальчика глазки это китайские глазки. Ну здесь вы можете любые кабошончики сделать, как я вам сколько раз показывала, рассказывала. И у меня есть вот эти вот сами радужки, да. Я их могу вам продать, допустим, если вы ко мне обратитесь. У меня разные цвета и разные размеры. То есть обращайтесь ко мне. Вот. Они просто клеются на вот эти кабошоны. Но так как у меня вот в тот момент, когда надо было делать не было готовых вот этих глазок, мне надо было их приклеить. Это было уже время, прошло бы сколько. Я не стала ждать. Просто приклеила именно вот эти китайские глазки. У меня еще несколько пар глазок таких оставались. Вот. И я сделала глазки вот этому мальчику. Именно вот такие китайские. А про девочкины глазки я вам сейчас расскажу. Эти глазки тоже. Вот эти вот сами глазки. Это я выписывала с Алиэкспресс. Очень мне, как сказать, они пришли уже давно. Но я ими не знала, с какой стороны к ним подойти, потому что они прозрачные. Там никакого нет цвета. вот смотрите. Вот такие глазки прозрачные, да? Вот они так и идут. Они без каких-то там радужек, без всего. То есть здесь вы можете вставлять радужку и как бы дальше работать с этими глазками. Вот. Значит, мне такую сделали подсказку Олесе вот с нашей группы. Группа у нас в Ватсапе свяжем дружбу. Очень бывают полезные советы там девчонки дают. Она говорит, я просто беру фетр. Вот. Вот у меня был коричневый фетр. У меня больше никакого тонкого фетра не было. Это, видите, тонкий фетр, прям тоненький. Вот. И она говорит, просто я беру и вот так вот протыкаю. Вот. Проткнула. Он очень легко протыкает. Смотрите. Все. Видите, цвет глазок будет коричневый. Смотрите, цвет глазок коричневый. Вот эти глазки я сделала именно коричневые вот этой девочке. Вот. Но пошла в магазин, решила сходить. Тоже девчонки там же подсказали, что этот фетр могут продавать не только в рукодельных магазинах, но и в канцелярских магазинах. Вот. Пошла я в канцелярский магазин наш и спросила у них фетр. И у них, пожалуйста, есть, продают там отдельно по листочкам, по цветам, какие вам надо. Есть там наборы, то есть разные цвета. Но мне как бы наборы не нужны были, а мне нужен был вот, ну, голубой, допустим, и зеленый цвет. И я с таким удовольствием купила вот эти вот два фетра. И смотрите, то же самое. Берем, протыкаем. Все. Глазик будет зеленый. Все. Вырезаете. А дальше уже все как, ну, как в мастер-классе я там, ну, я там, правда, показывала без вот этих вот ножек. Но здесь, в принципе, что? Также клеем промазываю. Вот эту ножку промазываю, клеем. А здесь тоже промазываю и вставляю в этот, ну, в лицо, да, в то место, где у нас будут глазки идти, между петельками. Вот. Также и синий, допустим, если взять вот, проткнуть. Сейчас мы проткнем, покажу его. Вот такой будет синий. Я не скажу, что прям сильно-сильно видно, но все равно это не прозрачный глазик будет. когда уже на кукле этот будет глазик стоять, уже будет все красиво смотреться. Вот. Очень легко и просто. Также можно в обыкновенную радужку бумажную, да, также можно дырочку в этой радужке, значит, разрезать и вставить этот глазик. То же самое. Я думаю, что то же самое будет. Ну, здесь ножки, здесь есть крепление, то есть, если вы делаете глазки именно вот с таким креплением безопасным, то есть, вот они идут с таким креплением. Вот. Мне, в принципе, понравились вот в таком моменте, мне понравилось. Я, в принципе, не знала, что и как делать, но сейчас вот я теперь купила этот фетр и можно будет и делать и фетр. Ну, и, в принципе, я и попробую сделать на бумажных радужках, которыми я пользуюсь тоже. Вот. Что еще? Я думаю, что сказала все. Единственное, про волосы. Я еще не задела тему волос. Вот смотрите, тоже был вопрос у меня под видео по этим волосикам. Значит, моток у меня ушел целый. Ниточка эта называется кружевная от пихорки. Значит, 50 грамм, 280 метров. Я использовала полностью один моток. То есть, один моток пряжи. Вот такой у меня длины волосы получились. То есть, здесь я обрезала, когда заплела в косички, я здесь просто обрезала ровненько. Вот. Вот они у меня так вот смотрятся красиво. Конечно, если я их распущу, они все равно по разной, разная длина будет. Здесь волосы я не вплетала прям в каждую, в каждую петельку, потому что тогда сильно-сильно пышная голова будет. Я не люблю такого объема головы. Вот. Поэтому здесь, конечно, у меня просветы есть. Но я не думаю, что это что-то прям такое страшное. Вот. Сделала я ей челочку. Но это вот я про девочку вам рассказала, да? А про мальчика, у мальчика, сейчас я вам расскажу еще про мальчика. Вот. Вот эти волосы я вам в мастер-классе там рассказываю, показываю, да? Но я хотела все-таки найти название этих ниточек. Название я не нашла. Я думала все-таки, что это лебяжий пух. Я сейчас покажу вам лебяжий пух. Вот это вот лебяжий пух. Смотрите. Вот. Можно, в принципе, из них было связать. Она, ниточка здесь. Ну, посмотрите, она, конечно, отличается. Вот. Скажу я, сколько сантиметров. Ну, где-то почти два сантиметра, я бы сказала. Вот почти два сантиметра вот длина вот этих вот волосинок, да? Вот у этой ниточки. Но они вот выглядят прям, прямо. То есть они как-то прямые вот эти волосинки, да? А вот у лебяжий пух, вот лебяжий пух. Смотрите, они такие, как знаете, маленько, ну, волнистые, что ли, какие-то такие. Ну, а размер-то волосиков, по-моему, тоже сантиметра два. Даже больше здесь, где-то два с половиной здесь вот сантиметров. Вот. Они подлиннее. Ну, а я не знаю, по густоте, по густоте, я не скажу, что они сильно прям отличаются. Вот видите? Вот я надеюсь, что вам видно. Я надеюсь, что вам все это видно. Вот. Такой же цвет и рыженький у меня. Вот такой же, как вот этот коричневый, такой же цвет рыженький есть. Вот. Ну, мне очень понравились такие вот парички. Из этого паричок я тоже делала как-то какой-то давным-давно купляшки. И, в принципе, тоже хорошо получились. Лебяжий пух. Что еще? Вот. Вот эта ниточка называется Yarn Art Tango. Смотрите. Вот это самая хорошая ниточка именно для паричков, мальчикам. Вообще очень чудесно выглядят прически вот таких, из таких вот ниточек, когда вяжете паричок. Очень красиво смотрится. Вот. Но вот у меня остался вот такой цвет. Видите? он какой-то такой, знаете, и не желтый, и не зеленый, а что-то какое-то непонятное. Я как-то все не решаюсь его использовать. Вот у меня вот этот моточек остался. И так он у меня лежит, ждет своего часа. Не знаю, когда я решусь сделать волосики именно с такого цвета. Еще есть у меня ниточка Yarn Art Jungle. Ну, вот давайте я вот эту еще померю. Размер. Сейчас я вам скажу, сколько сантиметров у этот вот ворс. Здесь сантиметра, наверное, три. Даже больше. Где-то три с половиной. Три с половиной сантиметра вот этот ворс. Ну, это хороший. Еще раз говорю, что мне очень нравятся эти ниточки. Они бывают цвета и белые. Вот. И такие прям, ну, как цвет волос красивые. Ну, вот у меня вот такой моток остался. И я как-то больше не заказываю. Вот. А это вот джунгли. Тоже, вот смотрите, тоже интересная такая ниточка. Она идет, как бы, знаете, есть один ряд, идет коротенькие волосинки. Вот здесь вот ворс коротенький. Там буквально сантиметр, наверное, этот ворс. Полтора сантиметра вот ворс. Коротенький, да. И еще идут длинные. Сейчас померю. Длинные прям пять с половиной сантиметров где-то так. Вот. Ну, я, по-моему, как-то вязала кому-то тоже такие волосики. Ну, в принципе, тоже получается неплохо. Вот. Ну, это уже тоже как на ваше усмотрение. Если захотите, можно из таких волосиков, из таких ниточек сделать паричок. Как паричок вязала я вам в мастер-классе все показываю и рассказываю. Ну, вот, наверное, это видео такое краткое, небольшое. Именно для того, я его сняла, чтобы только показать и рассказать про вот этих малышей, как они у меня вязались и чем они отличаются. Да, они отличаются, но, в принципе, это такие отличия не очень яркие. в том смысле, что с мастер-класса там нет больших отличий. А так, как вы оформите, оформление здесь большую роль играет. Вот, сами убедились, да, как вы оформите куколку, так она и будет у вас выглядеть. Вот. Все здесь зависит. И носик, можно больше связать носик, можно меньше, можно его не вязать, можно просто вышить здесь. Но я люблю такие маленькие носики. вот, и тоже смотря, где вы пришьете. Если вы пришьете ниже, он будет совсем по-другому смотреться, мальчуга на этот, допустим, ну, или там девочка. Вот, поэтому я еще раз говорю, что все зависит от вас. Как вы оформите лицо кукле? Как вы оформите, как вы его оденете, куклу, да, и совсем разные образы можно сделать с одного мастер-класса. То есть, вот есть мастер-класс по этому малышу. Делайте, одевайте по-разному, и они будут у вас абсолютно разные. Если девочка, значит, девочку одеваете, платьице одеваете, шляпки одеваете, там еще что-то вы придумаете. Если мальчик, то это мальчик, значит, одевайте там кофточку, штанишки, комбинезончики, и все, и ваши малыши будут абсолютно разные. Будут радовать и вас, и ваших деток, и ваших друзей. И вы можете или подарить кому-то, или, ну, или продать вы можете. Так что, вяжите, вяжите, наслаждайтесь, задавайте вопросы. Я, в принципе, практически на все отвечаю вопросы, стараюсь, по крайней мере, отвечать. Ну, и сейчас еще расскажу про комбинезон, который я, ну, тоже вы просите связать, то есть, показать. Он очень вяжется просто, и я думаю, что я покажу, как я его вязала. Ну, может быть, не такой мы будем комбинезон вязать, но свяжем мы комбинезончик именно для мальчика, на этого вот, малыша Ярика, именно вот по этим размерам. Мне нравится, что он такой свободный. Он не для него связан, этот комбинезончик. Он был связан, не помню уже, на какую игрушку. Это было давным-давно. Я его нашла у себя в своих сакрамах, так сказать, да? Вот. И он мне, в принципе, очень понравился. Он такой не впритык, он такой свободненький, очень хорошо на нем сидит. И, в принципе, малыш такой в этом комбинезоне получился чудесно. Ну, вот и все, дорогие друзья. Спасибо, что вы заглянули на мой канал. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что в чем-то я вам помогла, в чем-то я вам раскрыла какие-то вопросы. Может быть, у вас были вопросы, вы ждали ответа на эти вопросы. Я с вами буду прощаться. Всего вам доброго и до новых встреч. С вами была я, Нина Тарасова. Пока-пока. Увидимся в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok